Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли актриса Московского художественного театра имени Чехова Александра Рябинок. Очень рад вас видеть, Александра. Мне тоже очень приятно вас видеть. Юлиан, наконец-то мы встретились вживую. Да, потому что Алексей Вертков, очень хорошо вам известный актер, был в программе, и мы с ним замечательно поговорили. Теперь, слава богу, лучшая половина этой семьи теперь у нас в главной роли. Замечательный повод совершенно, и спасибо за него Константину Богомолову, театру Набронной, вам и всем тем, кто участвует в спектакле «Дядя Лёва». Я думаю, что уже все знают, что это «Покровские ворота» в переосмысленном виде. Почему в переосмысленном виде? Потому что Леонид Зорин, который был у нас вот здесь в программе несколько лет тому назад, автор пьесы «Покровские ворота», и Михаил Казаков, который ставил в 1974 году, который был в нашей программе тоже несколько раз уже много лет тому назад, мы, конечно, вспоминали и эту пьесу, и эту постановку в театре на Малой Бронной, как он тогда назывался. И акцент был в том, что они, конечно, искали прежде всего какие-то комедийные вещи, хотя ностальгия по тем временам, вот по этой ежесекундной прелести ушедших мгновений, которая уже никогда не вернулась, там тоже была. Поэтому поправьте меня. Я поправлю, и мы так же, так же ностальгируем по времени. Прежде всего, конечно, я знаю, что Константин сделал такой большой поклон той Бронной, которая была звездной, когда все начиналось, и то, чего, конечно, уже не вернуть, произведению, фильму, который невозможен сегодня, если его снять в жанре водевиль, эту пьесу, это будет очень странно. А вообще Леонид Зорин, он же в свои 50 лет написал эту пьесу, ему очень захотелось вернуться в свою молодость. И он пишет ее уже 50-летним, вспоминая о том, как там было. Но он же это вспоминает. И, конечно, там все персонажи настоящие, и есть прототипы. И поэтому наш герой, которого играет Игорь Верник, он тоже... Костик. Костик, да. Он тоже уже 50-летний юноша, который вспоминает. То есть я не думаю, что это какая-то интерпретация. Мы абсолютно наоборот, мы в материале. Чуть-чуть мы отвлечемся сейчас от премьеры. Вдруг я забуду задать вам этот вопрос. А мне кажется, он достаточно интересен вашим ответом. Так. После какого события в вашей жизни, связанного с творчеством, конечно, телефон вашего агента или ваш телефон стал намного быстрее разряжаться из-за количества звонков с предложениями о новых проектах? Вот что стало, как сейчас принято говорить, неким триггером безумного интереса именно к вам? Ну, первое, конечно, это был сериал «Школа». А все, что касается театрального пространства, это, конечно, встреча с Константином Богомоловым, это Карамазовы, 13-й год. И это тоже такая точка невозврата. И жизнь поменялась на до и после. И да, наверное, телефон разрешался. И разряжается до сих пор, и прекрасно. А вот самую первую встречу с Константином Юрьевичем, вы помните, это был кастинг, что это было? Это были пробы на Карамазовы в Амхате. Просто мне нужно было прочитать какой-то текст, отрывок, и все. Там была Роза Хайрулина. Это была приятная встреча, потому что мы вместе были уже знакомы, благодаря новой драме, и Михаилу Гару. И участвовали в Любимовке, и также я познакомилась с Алексеем Вертковым. И просто как-то прошел круг, и мы снова встретились, но совершенно в новых обстоятельствах. Алексей стал моим мужем, а Роза стала моим партнером. По сцене. Возвращаемся в театр на Бронной. Вот эта связка, это прекрасный творческий дуэт Богомолов и Ларисы Ломакина. Мне кажется, они способны действительно в прямом смысле поставить телефонную книгу в декорациях Ларисы и с тем, как это все обыграет Константин. Ну и, конечно, со своими любимыми актерами. В данном случае вся работа от первой... Вообще читка была? Кого? Дядя Лёва. Конечно. Да. Вот от читки и до премьеры. Это был просто сплошной кайф, удовольствие и наслаждение. Или пришлось что-то в себе ломать? Роль оказалась Маргарита Павловна на сопротивление. Ну, конечно. Изначально это вообще... Я очень испугалась. Это не то, что на сопротивление. Это вообще против моей природы. И самая сложность, и до сих пор она существует, это такой яркий фильм, который разнесен на цитаты, и все знают его наизусть. И, конечно, приходя на спектакль Покровские ворота, первые 15 минут все привыкают к тому, что здесь совершенно другое пространство, и другие персонажи. И Костик не тот, и Хоботов не тот, и Людочка не такая. Потом, ну какая же это Маргарита Павловна, а где же та Ульянова, которую мы все так любим. Это очень сложно. Но самая трудность, наверное, была в том, в периоде и читки, и репетиции, это найти в себе эту Маргариту Павловну, эту сильную женщину. И в моем случае, наверное, сила женщины в ее слабости. И тот крест, который она несет, это большое удовольствие, спасение близкого, бывшего мужа. И смысл остается, но ты не предаешь себя, и абсолютно идешь с собой. И ты тогда имеешь право рассказать об этом человеке, не предавая себя. Ну это же ложный путь, да, идти, повторяя. Это, ну как сразу провал. Ну и навряд ли бы Константин взял пьесу, захотев повторить. У Леонида Зорина написана комедия с эпитетом эллигическая. Вот Антон Павлович Чехов, мы сейчас так плавно переключаемся на МХТ, он, и у многих это вызывало вопросы, почему Чайка, скажем, тоже комедия. Ну какая комедия, да? Но я думаю, что вы, как человек, который погрузился в этот материал, в силу определенных обстоятельств, очень сильно, расскажите, есть ли там что-то комедийное, в частности, в той роли, которая стоит просто первой в этой пьесе, Ирина Николаевна Аркадина. Ну вот в этом уже есть юмор, мне кажется, в том, что она стоит первой, хотя не является главной героиней. Я знаю, что Чехов это писал для Книпер Чеховой, который очень доставал его, если я могу так привольно обращаться с историей. Ну, из 21 века, наверное, можно. Да, желанием, ну, то есть вот актриса в полном смысле и в хорошем, и в таком жадном смысле, да, быть первой, быть самой главной, везде, значит, в трех сестрах она Маша, здесь она Аркадина. В этом, мне кажется, есть очень много юмора. И моей самоиронии по отношению к тому, что ты сама актриса, и ты сама себя ловишь часто в каких-то моментах, где тебе хочется быть в центре, здесь очень много юмора в этой роли, для меня. Современный театр иногда требует очень быстрых вводов с реактивным действием на запоминание текста. Есть ли у вас какой-то особый секрет, как вы запоминаете его? Шок и стресс. Ну, просто нет другого выхода. И что, это сверхконцентрация? Мне кажется, это неисследованный мозг человеческий и его способности. То есть, для вас это приятный сюрприз. Оп, как я здорово могу это, и я это могу сделать. Нет, ты просто, у тебя есть задача, у тебя нет времени рефлексировать, что я это тоже могу сделать. Ну, как бы так посмотреть на себя в зеркало, скажем. Вы правильно сказали, что это экстремально, это невероятная концентрация на каждом миллиметре. когда тебе нужно, если мы говорим про ввод Аркадины, да, в спектакль, который шел уже год, и с этого сезона я вместо другой актрисы играю Аркадину, и действительно, с началом сезона у меня было три репетиции. Три? Три. Это мало. у меня даже слеза покатилась от напряжения и задергался глаз. Вот. И, конечно, во-первых, вот здесь напряжение, что есть сплоченная команда, есть крепкий рисунок, в который ты должен, ну, победа, если ты ничего не нарушил, не наступил на другого партнера, все услышал, увидел, оказался в нужной точке, в нужном свете, начал тогда, когда заиграла музыка, есть очень много объектов внимания в один и тот же момент. А еще у тебя есть текст, и есть задача, и есть абсолютная, как бы, есть маршрут от точки А в пункт Б. Ты же не можешь, как бы, выступать с каждым выходом. Ты должен что-то еще рассказать, и, может быть, в идеале что-то свое. Но, по-честному, наверное, чтобы с себя сбросить груз ответственности, когда ты хочешь сразу результат, все равно премьера, это небольшая такая ответственность, что сейчас ты уже должен выдать, вот мы готовили, готовили, вот, пожалуйста. Я отнеслась к этому, и партнеры мне позволили, что это был мой первый прогон. Чтобы убрать просто лишний мир мозга. Ну да, чтобы я не старалась. Ну, имею право на маленькие ошибки. Да, да, они абсолютно сказали, что ты имеешь право на всевозможные ошибки, мы тебя подхватим, поддержим и выведем из тупиков, если вдруг таки. произойдет. В московском художественном сейчас, я посмотрел, 124 сезон, это ввод. А ожидаются ли какие-то премьерные спектакли с вашим участием? Ну, в эти полгода нет. Но мне достаточно, я за сентябрь, у меня две, если бы была Аркадина, я бы сказала, главные роли. Это так, как я Саша Рябинок, я скажу, две основные роли, которые требуют, они до сих, ну, как бы, они только начали свою жизнь, и поэтому этот год мне достаточно на театральном пространстве, чтобы еще их сделать, вырастить и прийти в какую-то определенную, скажем так, до определенной какой-то планки, которую мне бы хотелось дорасти. Но она всегда бесконечна, с Константином Юрьевичем особенно. У него никогда... Вот его талант еще в том, что он умеет создать для любого уровня актера, будь у тебя вот такой диапазон, а может быть, ты бесконечно бездонный. И я знаю, что каждому будет сложно. То есть каждому будет дана такая задача, недосягаемая, но ты знаешь, что она где-то есть, ощущением своим. И каждый раз ты будешь к ней стремиться, ощущениями. Но никогда ты ее не достигнешь. И поэтому все спектакли живут. Даже Карамазову идут у нас... Три сестры идут? Три сестры. Где вы? Ольга Сергеевна прозвала. Да, Ольга Сергеевна. Да, и они только просто растут и живут уже свою жизнь. Я задам, может быть, необычный вопрос. Алексей Вертков, какую роль называет из вашей палитры для себя самой любимой, А какая роль Леши, вам кажется, для вас самой-самой сложной и прекрасной? Ну, я познакомилась с Алексеем в пространстве театра, конечно, когда вышел спектакль «Москва. Петушки». Вот. Мне очень понравилось. И я подумала, что это очень сложно существовать одному практически в моноформате первого акта, а во втором все равно двигать сюжет и все равно все вокруг тебя. Конечно, по-актерски это очень сложно. А где сложно, там всегда интересно, там есть рост. И так же это бесконечное пространство. Что понравилось Алексею, вы знаете, он меня так поддерживает. Я не знаю. Я верю, что это так и есть. Я ни разу не слышала, чтобы критическое или... Наверное, лучше у него спросить. Но на какой-то спектакль два раза он не ходил. Вот есть нюанс. Это как-то очень по-мужски. Он просто очень занят. Из тех спектаклей, что сейчас не идут на сцене Московского художественного театра и в которых вы участвовали, с каким из них вы расставались наиболее тяжело? Мушкетеры. Да, ой, вот мушкетеры. Я почему-то... Я задал этот вопрос, вспомнив вашу констанцию. Это мне было очень жаль. Да. Мы не будем на этом аккорде минорном завершать нашу программу. Ну почему? Если что-то заканчивается, обязательно что-то будет новое. Хотя у нас невольно с вами получилось чуть-чуть прикоснуться к атмосфере спектакля Дяди Лёва, Покровские ворота. В общем, в этом был какой-то флёр сиюминутности и невозвратности тех мгновений, которые мы вместе с вами пережили программу. Ну, о которых приятно вспомнить. Это точно. Спасибо большое, Саша. Спасибо за встречу. Александра Рябинок сегодня в главной роли. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова